Спасибо за то, что чтобы вы присоединились ко мне. Я надеюсь, что вам нравится тот формат коротких сообщений, которыми мы с вами делимся. И я надеюсь, что буду продолжать это делать дальше. Сегодня у меня для вас новое предложение. Я рада, что сегодня мой младший сын Кино приехал ко мне на выходные, чтобы отметить День Матери. И нам в голову пришла идея, чтобы Кино поговорил с Галей. Последний раз он делал это, когда ему было 9, 8 или 9 лет. Сейчас ему 18. Вот недавно мы говорили с ним об этих сообщениях на YouTube, и он любезно согласился поучаствовать и воспользоваться возможностью задать вопросы Гае, те вопросы, которые, возможно, интересуют его поколение. Я надеюсь, что вам понравится то время, которое мы проведем вместе. Сейчас позвольте мне сосредоточиться в течение нескольких секунд, и мы будем вместе с Гаей. Я вновь приветствую. вас таким же образом, как мы приветствовали друг друга много лет назад. И сейчас вы подошли к этому моменту как мужчина, раньше вы подходили к этому моменту как дитя, однако Гайя всегда воспринимал вас как уже большого взрослого человека. Другими словами, для Гайи нет различий между маленьким мальчиком и зрелым, мудрым, опытным существом. Для Гайи есть просто существо. Есть человек, человек, который видит, человек, который путешествует, человек, который притягивает к себе. И сейчас в этом разговоре я обращаюсь к тому же существу, к той же мудрости. Сейчас я обращаюсь к вам с тем же уважением, с которым я обращалась ранее. Итак, скажите то, что вы хотите сказать, скажите то, что у вас на уме, то, чем вы хотите поделиться с другими. Прежде всего, я хотел бы сказать, что прошло достаточно много лет, с тех пор, как Гайя в прошлый раз контактировала со мной. Но, тем не менее, я чувствовал связь с вами на протяжении этих лет. Я чувствовал сильную связь с природой, с царствами, с царством животных и, естественно, с моей матерью. И вот за это время, и с учетом всех тех вещей, которые произошли в моей жизни, у меня созрел вопрос Гайи. Я хотел бы спросить, какое влияние, какое воздействие мы, мы как молодежь, можем оказать на Землю, на Гайю, не в физическом смысле, а в плане энергии, как энергия, как общество, как движущая сила. Что мы можем сделать? На самом деле, прежде чем вы поймете, что вы можете сделать, вы должны понять, чем вы являетесь. Поскольку, как вы уже говорили, вы — это объединяющая сила. Вы — единая сила, единство, вы не просто множество представителей того или иного поколения, вы — объединение, объединенная сила, которая действует, возможно, более разнообразными методами, чем другое или другие поколения. И сейчас мы видим, как происходит своеобразное разделение путей между поколениями, между теми, что были ранее, тем, которое пришло сейчас, и теми, которые еще только появятся. И ваши поколения, а также те, что появятся позднее, будут своего рода первыми, ведущими, точно так же, как и сейчас есть, например, первые поколения, или первые страны, ведущие страны, или, скажем, народы, коренные народы, коренные американцы. В своей манере, ваше поколение будет первым, поскольку вместе с собой вы принесли в этот мир новую идею, не просто идеологию, которая уникальна и принадлежит вашему поколению, а новую оригинальную идею. Новое мышление, новое видение, новую идею, которой не было на этом Земле не только на протяжении жизни поколений, а на протяжении целых эпох, веков до вас. И то, что вы принесли с собой, изменит вашу структуру, изменит биологию человека, изменятся способы самоорганизации разума, и, естественно, изменится и то, что вы делаете на планете. Видите ли, другие поколения просто наследовали те проблемы, которые оставались на Земле от предыдущих поколений, и затем они время от времени обращались к по или иной проблеме, чтобы исправить ее или рассмотреть ее. Ваше же поколение скажет, подождите секунду, это не наша проблема, и это вообще может быть не проблема. Ваше отношение к миру будет ориентировано на поиск решения, поскольку это будет для вас не проблемой, а приключением, открытием, чем-то новым и первым. Поэтому все, что вы будете делать, будет первым. Первый способ организации, первая мысль, первая реструктуризация. В отличие от предыдущих поколений, которые говорили, ну вот наши предки делали это так, а мы можем сделать это по-другому, и возможно все сработает, вы отбросите все, что было ранее, будь то наука, будь то религия, будь то искусство, вы отбросите все в сторону и создадите что-то новое. И в этом ваше поколение будет первым. Что вы скажете на это? Ну, конечно же, я скажу, что в мире действительно происходят серьезные изменения, как в физическом плане, так и в других плоскостях. Естественно, мы видим изменения, и эти изменения, может быть, происходят неожиданно быстро, хотя эти изменения, может быть, даже были неожидаемыми, а воспринимались как очень вероятные. Да, действительно. И какие еще вопросы возникли в вашем разуме? Я думаю, что эти изменения затрагивают очень многие аспекты. И некоторые из этих изменений внушают большой страх. Они могут угрожать жизни, угрожать планете, угрожать видам. И я хотел бы сказать, точнее, я хотел бы спросить у вас, Гайя, представляют ли эти изменения опасность для нас. Скажем, эти изменения на планете, появление новых болезней. Ведь многие люди напуганы, они говорят, мы в опасность, и поэтому нам нужно сделать нашу жизнь более безопасной. Я отвечу на ваш вопрос, но сначала я задам вам свой вопрос. А вы боитесь? Лично я никогда не верил в то, что может прийти конец чему-либо. Я воспринимал это лишь как один из методов преобразования, трансформации, перехода. Но многие другие люди, которых я видел в своей жизни, достаточно испуганы. Тогда возникает новый вопрос. На основе тех людей, знакомства с теми людьми, которые были в вашей жизни, какой наибольший страх испытывает ваше поколение? Скажите это в камеру, чтобы все знали. Я бы сказал, что это смерть, смерть планеты, изменения планеты и ваша смерть, Гайя. Ну что ж, от этого страха я вас сейчас избавлю. Гайя – это нечто непрекращающееся. Вы видите Гаю как силу, Гаю как сама природу. Вы видите, как природа выражает себя, продолжает выражать себя и продолжает открывать себя. И вы можете делать то же самое. Что же касается того, в опасности ли вы, в опасности ли человечества? Да, до определенной степени да. Существует опасность уничтожить то, что было ранее. Но пусть будет новая жизнь. Новые открытия должны выйти на передний план. Для того, чтобы было начало, точка отчета, нужно и что-то, что можно признать конечной точкой. Поэтому пусть будет точка опасности. Конечная точка, когда что-то может сломаться, что-то может прийти в негодность, а что-то повернуть в другом направлении. Да, конечно, человечество подвергает себя опасности себя и то, что оно создает. Но еще больше опасность от недостатка созидания. Больше опасность отсутствия созидания. Опасность глаз, который не открывается и не видит. Опасность разума, который не расширяется. Опасность уподобится аудитории, которая не слышит и не чувствует тонких аспектов момента. Это, наверное, должно представлять важность для вашего поколения, поскольку сейчас по всей Земле в обоих полушариях все чувства, все ощущения ускоряются, и ваше поколение получает возможность эмпатически и телепатически общаться друг с другом. Оставив в стороне технологические устройства, которые разработали предыдущие поколения. Все это сойдется вместе в одной точке в вашем поколении и принесет более высокую истину всем существам и сообществам. И большие расстояния уже не будут такой непреодолимой преградой. Однако все равно ответ на ваш вопрос – да. В определенной степени есть причина для того, чтобы бояться. Причина для этого чувства. Это все обосновано, да? Но что, если заглянуть дальше, если заглянуть за пределы обоснованности? Если выйти за пределы мысли – ах, как я боюсь, потому что возможно, что это конец. Что, если выйти за эти пределы? Именно на этот вопрос ответит ваше поколение, поскольку многие другие поколения уже не ответят. Поколения, которые старше вас, хотят увидеть, что произойдет, и затем они уже сами решат, что они будут делать в зависимости от того, что произойдет, в зависимости от того, что им будет представлено, в зависимости от того, чему они научились, что их сообщили, к чему они смогли приспособиться, в зависимости от того, во что они верят. Ваше поколение существует за пределами системы верований. Вы создадите новую парадигму, вы выносите ее, вы поддержите ее, вы создадите новый мир, в том числе и для Гайи. Сейчас мы все ближе и ближе к наступлению 2012 года. Многие считают или многие предсказывают, что это будет конец мира. И мой новый вопрос связан с предыдущим вопросом – что в этом случае может делать новое поколение? Я скажу вам, что молодое поколение, безусловно, перейдет за эту точку за 2012 год. И оно пройдет этот рубеж быстрее. Представьте себе, например, бумеранг, который человек кидает для того, чтобы он вернулся назад, вот он ломит его и снова кидает, ожидая его возвращения. Так и с идеями. Мы запускаем идею далеко, на большое расстояние, за горизонт, и затем ждем, когда она вернется и принесет нам информацию. Ваше поколение получит ответ, получит возвращение бумеранга гораздо быстрее. Другими словами, в вашем поколении наблюдается ускорение, которое позволяет вам жить намного быстрее, чем предыдущим поколением. Вы можете гораздо быстрее принимать решение на основе вернувшейся к вам информации. Вы сможете принимать решение о том, что нужно делать, на основе того, чем вы являетесь в данный момент. Вы будете быстрее решаться, в отличие от предыдущих поколений, которые основывались на том, что они видели, что они слышали, и потом уже решали, что они должны делать. Другими словами, они выбирали в себя информацию, переваривали информацию и затем отвечали на нее или реагировали на нее. Для вашего поколения и для тех, кто последует за вами, ответ и реакция будет практически автоматическим, почти немедленным, поскольку вы уже знаете, чем вы являетесь в тот или иной момент. Вам не нужно выяснять или спрашивать, чем вы являетесь, чем вы становитесь и что необходимо в тот или иной момент. Видите, это одно из наиболее существенных различий между поколениями. Различие в том, какое решение принимается на основе предшествующей информации. Нет необходимости обдумывать, верить, переваривать или понимать. Вы будете просто знать, ваше поколение будет знать. Я знаю, кем я являюсь, и вот моя реакция, вот новая истина. И вот так я буду корректировать. И вы будете притягивать к себе намного больше. Заметьте, предыдущие поколения все время думали о себе, о самосохранении. Предыдущие поколения говорили, это мое, я буду сохранять это, я буду держать это, я заработал это. Я буду удерживать это при себе. Ваше поколение не будет так делать. Да ну, к черту скажут ваше поколение. Потому что нынешний момент более важен. Нынешняя истина более важна. Это мой брат, это моя сестра, это мой друг. И именно ваше поколение создаст новую семью, новую структуру. А может быть, она будет просто не структурированной. Не важно, как вы ее назовете. Ваше поколение создаст новую семью. Представьте, что для вас ваш друг так же важен, как ваша мать, отец, или сестра, или дядя. Все вместе вы образуете новую структуру. Социальная структура, культурная структура изменится. И вы будете одними из первых, кто обусловит появление таких перемен. Спасибо, Гайя. И следующий вопрос мой личный. Я обнаружил, что в своем путешествии, на своем пути, на своем духовном пути, я все время был в борьбе. Поскольку я всегда чувствовал очень сильную связь с метафизическим миром. Как это принято называть сейчас. И при этом я замечаю, что очень большое количество людей вокруг меня сильно привязано к материальным вещам, к тому, что реально, к тому, что имеет физическую природу, к тому, что считается общепринятым среди других. И для меня было достаточно трудно соединить это все в рамках каких-то единых аспектов, соединить один аспект и другой. Могли бы вы объяснить мне, или, может быть, дать какие-то ориентиры мне и другим людям, которые также сталкиваются с трудностями на своем собственном духовном пути? Ну что ж, вы увидите, что в течение нескольких следующих лет все это придет в равновесие. Сейчас вы находитесь в самом конце эпохи материального, в самом конце эпохи вещественного, привязанности к физическим вещам, потому что они кажутся наиболее реальными. Те трудности, которые вы видите, обусловлены тем, что кажется реальным и что кажется нереальным. Это противостояние видимого мира и невидимого мира. Метафизика, как вы сказали, это просто то, что выходит за рамки физического. Метафизика не изменяет физических законов, они не изменяют нужд и желаний, касающихся материальных вещей в третьем измерении. Метафизика просто существует за их пределами, и ваше поколение также увидит это очень отчетливо. Например, предыдущие поколения видели вот это вещество, это кресло, и говорили, ой, какое оно прочное. В нем можно удобно сидеть, и оно прослужит достаточно долгое время. Ваше поколение будет видеть не само кресло, а то пространство, которое занимает это кресло. И будет видеть, что еще можно сделать с этим пространством, что еще из него можно сделать. Если я применю свое мышление всего лишь немного по-другому, это место может стать чем-то совсем иным. И именно это и будет видеть ваше поколение. Оно будет видеть пространство, которое заполняет мысль, и мысль, которая заполняет пространство, которые вместе образуют материал. И вы будете видеть, что вещественное, материальное привлекают к себе нужды или желания в более простой форме. Например, для производства того или иного материала требуется определенное количество часов, для его покупки требуется определенное количество денег, и все это для того, чтобы оформить пространство, мысль, кресло. Таким образом, вместе сольются два мира, которые сейчас кажутся раздельными. Сейчас они кажутся отдельными. Вот здесь находится материальный мир, здесь мир потребителя, а вот здесь находятся высокодуховные существа, которым не нужно ничего, кроме солнечного света и небольшого количества элементов. Однако вы увидите, появятся другие люди, которые смогут заполнить этот пробел между двумя мирами и объединить эти миры в одно. Вы увидите, что мысль объединяет все вещи. Мысль может слить воедино потребительский разум, материальный разум и метафизический разум, потому что эти миры только кажутся отдельными. Они только кажутся отдельными. И в этом будет заключаться ваша великая примиряющая роль. Вы примирите две стороны разума, которые, как представляется, являются противоположными. Если развернуть эти две противоположные части, то мы увидим, что на самом деле они являются частью одного целого. Просто нужно уметь их правильно соединить. Если посмотреть на составную часть с одной стороны, то кажется, что она ни к чему не подойдет, она полностью противоположна. Однако, если взглянуть на другую сторону, которую вы только сейчас начинаете исследовать, то окажется, что она вполне может соединиться со второй частью. Таким образом, вы проделаете полный цикл, вы объедините мысли, воспоминания прошедших дней, вы проникнете разумом в другие времена, другие эпохи, другие миры. И этот объединенный разум позволит закончить эпоху потребления, эпоху жадности, или ее можно называть по-разному. Естественно, останутся те люди, которые будут пребывать в этой эпохе, в прежней эпохе. Однако, вы увидите другие возможности обладать, видеть, идти в следующий момент. Вам меньше нужно будет цепляться за физические предметы, потому что следующий момент предоставит вам такую же возможность. Именно этого боятся многие, что возможность кончится и больше не представится. Они думают, «А может быть, это последний раз, может быть, это последний шанс ухватить свой кусок пирога, мою небольшую часть земли, которую я могу назвать своей. Эта эпоха подойдет к концу». Люди поймут, что они не должны покупать ни свою свободу, ни свою созидательность, ни свой небольшой кусок земли, ни свои средства передвижения. Они не должны покупать момент, поскольку момент сам даст или принесет то, что им нужно. Те слова, которые я вам говорю, вам предстоит осознать на собственном опыте. Возможно, сейчас вы не можете по-настоящему воспринять их своим интеллектом, но, тем не менее, вы объедините эти миры в рамках вашего опыта. Затем сможете сказать, «У меня есть немного из этого мира, немного из этого мира, немного из другого мира». Естественно, у вас будет что-то от предыдущих поколений что-то, что вы будете считать ценным. Однако ваше поколение будет меньше ценить предыдущие моменты и больше ценить следующий момент. Ваше поколение будет искать истоки созидательности не только в прошлом, но и в будущем. Если предыдущие поколения вынуждены были обращаться к прошлому для того, чтобы создать что-то для будущего, то ваше поколение сможет сказать, «Вот это настоящее, это прошлое, это будущее». И они едины. Именно ваше поколение начнет изменять, изгибать реальность. Она утратит линейный характер. При этом ваше поколение не так дорожит миром, каким он был до вас. Вы еще не придаете того значения, той ценности жизни, потому что вам еще не была показана жизнь во всей ее ценности. Вместо этого вам показывали мир полный проблем, мир полный завершений и окончаний. Однако уже на пороге мир нового, мир начала. И эти начала явятся очень скоро. У вас будет храбрость и созидательность, у вас будет доброе сердце и милосердие. И вы увидите, что мир становится вашим. Да? Да, это так. Да, действительно. Чувствуете ли вы себя цельным в данный момент? Да, в этот момент я ощущаю себя очень цельным. Однако я знаю, что когда я вернусь к себе домой в Лос-Анджелес, во мне поднимется все та же борьба. Да. Внутри вас, какая-то часть вас воспринимает это как борьбу. Однако я скажу вам, пусть вместо борьбы наступит примирение. Представьте, что вместо борьбы вы входите в среду или возвращаетесь в среду уравновешенности, в посредническую среду, где две противоборствующие стороны согласились и примириться. Они встречаются друг с другом как один мир и другой мир приветствуют друг друга и приветствуют и видят друг друга в новом качестве. Почему мир, который вы оставили, Лос-Анджелес, когда вы вернетесь, не будет другим, он будет примерно таким же, как и был. Однако, что если вы вернетесь в этот район с новым ощущением внутри себя, если внутри у вас будет новая среда, в которой две ранее противоборствовавшие силы примирились, вы почувствуете в себе согласие. Ведь те противники, которые подходят друг к другу и находятся друг к другу максимально близко, уже не являются такими противниками, не являются настолько противоположными по духу, как можно подумать о них. Намного проще быть противниками, находясь на большом расстоянии друг от друга. Когда же они находятся очень близко друг к другу, максимально близко друг к другу, касаются друг друга, это отношение между ними смягчается. При этом нельзя не увидеть сходства между этими двумя противоборствующими силами. Поэтому я призываю вас, когда вы вернетесь в свою среду обитания, которую оставили не так давно, всего лишь несколько дней назад, попытайтесь поразмыслить о том, что эти два противоборствующих мира на самом деле очень близки. Они близки друг к другу, они находятся на расстоянии лезвия бритвы друг от друга. И попытайтесь увидеть сходство между ними, сходство, а не различие. И тогда намного скорее наступит примирение, а созидательное отношение спаяет эти два мира. И я предлагаю вам мудрость этого момента или любого другого момента по вашему собственному выбору. Естественно, сейчас вы уже знаете, что не нужно даже заниматься ченнелингом, чтобы понимать Гайю, потому что вы знаете, что я нахожусь рядом с вами в каждый момент вашего выбора. И меня не отделяет от вас ни время, ни расстояние. Спасибо, Гайя. Спасибо, дорогой мой. До следующего момента. Субтитры создавал DimaTorzok